Израиль. Удивительное место на карте мира. Здесь непостижимо переплетены прошлое, настоящее и будущее всего человечества. Страна многовековых традиций и новейших технологий. Ее границы открыты для пришельцев со всех уголков земли, но сокровенные врата сердца наглухо запечатаны перед Христом. В Израиле сегодня проживает не более 25 тысяч евангельских верующих, а это всего 2% от населения страны. Евангелие полностью преобразило весь мир, но Израиль все так же отвергает Мессию, как и 2000 лет назад. Около трети еврейского населения Израиля сегодня – это русскоговорящие люди, которые возвращаются на родину предков из стран бывшего Советского Союза. Не зная языка и культуры, не имея социально-экономической и духовной поддержки, сотни репатриантов попадают в ловушку греха и оказываются выброшенными на обочину израильского общества. Но оказавшись на самом дне, многие русскоговорящие представители народа Божьего наконец встречаются с Иисусом на его земной родине. Мы прожили большую часть своей сознательной жизни там, в бывшем Советском Союзе, очутились в другой стране, где другой менталитет, другие законы, все другое. Многие из наших бывших сограждан просто не справились с этим, не справились и оказались вот так на улицах. И когда люди оказываются на улицах, то есть на них очень многие их родственники, знакомые государству ставят крест. Но крест на них не ставит Бог. Самая большая в стране миссианская конгрегация «Живой Израиль» – это 20 русскоязычных христианских общин в израильских городах, где живут выходцы из постсоветских стран. 20 лет назад она была основана репатриантами из России Глебом Самбурским и Владимиром Крючковым, которые помогали иммигрантам освоиться на новом месте в любви и поддержке, являя им Христа. Как только церковь вышла на служение в общество за стены уютных домов, Бог молниеносно начал прилагать спасаемых. Многие люди стали приходить к вере. И вот последние 10 лет, даже 11 лет с 2005 по 2016 год, церковь, она очень сильно пошла в это направление, работая с людьми, которые соответствуют нашему пониманию матерей 10 главы «Погибшие овцы дома Израилева». На сегодняшний момент, я думаю, может быть, около 400 человек таких стали по церковной церкви. И служители церкви, наверное, 95% состоят из контингента этих людей. И нашей стратегией всегда были маленькие церкви. То есть церкви до 50-70 человек, чтобы оставалась семейная атмосфера. И церкви, способные рождать новые церкви. В формировании христианского мировоззрения, еще вчера погибавших, а сегодня новообращенных последователей Иисуса, неоценимую помощь оказывает школа миссионерского служения, общиной жизни и ученичества. Ее миссиологическое видение, структура и подход к обучению в полной мере отражают суть школы «Бестен». Служение неформального христианского образования для молодых лидеров, которое миссия Евразия развивает в странах постсоветского пространства. Здесь на школе мы учим сегодня людей евангелизировать, мы учим сегодня людей проповедовать, мы учим сегодня людей свидетельствовать, мы учим сегодня людей по-настоящему жить. И у них это получается. Потому что то, какими они приходят сюда на школу и какими они выходят по истечении четырех месяцев, это большое изменение. Большое изменение, и это факты, это налицо. Бог вот так вот действует. И действует причем молниеносно. Уже более двух лет взаимодействия со Школой Бестен, Живой Израиль непрерывно готовит и обучает лидеров для новых домашних общин, в которых многие представители Божьего народа открывают для себя Христа как Спасителя и Мессию. Сотрудничество миссии Евразия с конгрегацией Живой Израиль – это возможность участвовать в большой спасительной работе Бога по достижению русскоговорящих людей Евангелия в одном из самых закрытых для Христа государств мира. Специально для евангелизационного служения Живого Израиля миссия Евразия напечатала тираж Нового Завета на русском языке со свидетельствами людей, которые открыли Христа для себя как Мессию в земле обетованной. Руководители миссии и лидеры образовательного проекта ШБС сегодня часто преподают в Школе Живого Израиля. Ее поистине можно назвать «Школой Бестен», ведь более чем половина занятий проходит в формировании практических навыков служения в Несте на общины. Ее студенты съезжаются на учебу из разных стран мира. Я была вначале в Живом Израиле на восстановлении на доме. Библейская школа – это второй уровень восстановления человека, который хочет утвердиться в Боге, утвердиться верой. Мой интерес был просто узнать больше об Иисусе. Десять лет назад я учился в религиозно-еврейской семинарии в Ешиле, жил в Иерусалиме, был ортодоксальным евреем. Потом я болел раком, лейхемией, Господь исцелил меня. И после долгих духовных поисков и разных опытов с наркотическими веществами я пришел к Иисусу. Я продолжаю познавать, постигать Его на своем жизненном пути. Эта школа была для меня как старт, как отправной пункт в моей христианской жизни. Иерусалим – это центр всемирной истории. Здесь решались и решаются судьбы целых народов, всего человечества. В конце концов, это центр трех мировых религий. Мы видим всю эту богатую историю воочию. Мы также видим, что Иерусалим, как и любой другой город, он строится, перестраивается. Мы видим, как работают подъемные краны, вырастают новые дома. Это означает, что не только хранится история, но и жизнь продолжается. И вот подобно тому, как вырастают новые дома, по всему Израилю вырастают новые общины. Людей, как правило, молодых, не связанных с большой традицией, но которые ищут и открывают Бога на фоне этих прекрасных исторических памятников. «Живой Израиль» и «Миссия Евразия» нуждаются сегодня в вашей серьезной молитвенной и финансовой поддержке в деле издания духовной литературы, обучения молодых лидеров и основания новых общин, которые культурно приемлемы и при этом бескомпромиссно по отношению к Евангелию будут являть Христа в израильском обществе. Субтитры создавал DimaTorzok